Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Камнепады стали бедствием для жителей Батмана. Бакоса Акян провел совещание, посвященное проведению в Арцахе Кубка Европы по футболу коньиха 2019. Армения и Эфиопия будут сотрудничать в сфере высоких технологий и инженерий. Помпео предупреждает Турцию. В Сочи открылся музей, посвященный истории амшенских армян. Школа имени Ивана Сатуманяна в Бельгии. Полицейские обнаружили у охотников закладами мраморную надгруппную плиту армянского царя. В северных районах Батмана Западной Армении за неделю было зарегистрировано 10 камнепадов. Закрытые дороги вызвали недовольство жителей, которые требуют от властей решить эту проблему. Из-за обильных осадков в последние дни гигантские камни падают на дороге и делают их непроходимыми. Недовольство среди жителей возрастает. 3 апреля президент Республики Арцах Бакосаакян провел совещание, посвященное подготовительным работам по проведению в Арцахе Кубка Европы по футболу 2019 года под эгидой организации Конифа. Президент отметил важность подобного мероприятия, подчеркнув необходимость организации его на высоком уровне и дал соответствующие поручения правительственной комиссии по подготовке организации и координации первенства, а также компетентным органам по его надлежащему проведению. В совещании приняли участие госминистр, председатель правительственной комиссии Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Глава департамента бизнес-развития фонд «Инкубатор предприятий» Амалия Ягаян посетила Эфиопию в составе делегации во главе с министром иностранных дел Зухрабом Инацаканяном. В рамках своего визита в африканскую страну Амалия Ягаян посетила Министерство инноваций и технологий Эфиопии, где встретилась с министром Гетта Хунам Мейкурией. В рамках встречи армянский фонд «Инкубатор предприятий» подписал меморандум с отделом компьютерных наук Университета Адис-Абеба. Меморандум предусматривает проведение в двух странах совместных образовательных, исследовательских и академических программ сотрудничества стран в сфере информационных технологий, реализацию совместных проектов, в том числе внедрение моделей национальных инженерных лабораторий в Университете Адис-Абеба. Госсекретарь Майк Помпео предупредил о потенциально разрушительных последствиях односторонних военных действий Турции в Сирии. Об этом он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Меглютом Чавушоглу во время министерской встречи НАТО. Как сообщает Госдеп, Помпео выразил поддержку продолжающимся переговорам относительно северо-восточной Сирии, предупреждая о потенциально разрушительных последствиях односторонних военных действий Турции в регионе. Он также призвал к скорейшему разрешению дел, связанных с несправедливо задержанными в Турции гражданами США, включая Серкана Голджа, а также сотрудников Демпассии США в Турции. Этнографический музей, посвященный истории амшенских армян, был открыт в селе Нор-Луис, Альтместц, Лазаревского района Сочи. Амшенские армяне неустанно обращаются к истокам, пытаясь осознать, какими событиями был полон исторический процесс, обусловивший образование княжества амшен на территории Западной Армении. Как трагедия армянского народа геноцид конца XIX-начала XX века повлиял на жизнь нынешнего поколения армян, живущих на Черноморском побережье. Идея создания музея принадлежит Артавазду Аршаку Авджану из Нор-Луиса, чьи предки также родом из Западной Армении. Он 30 лет тщательно собирал фотографии, предметы домашнего обихода, книги, документы, инструменты, которые принадлежали армянам, которые были первыми жителями села. Музей расположен рядом с Армянской апостольской церквью Святого Нарека в Нор-Луисе. Музей открыл духовный пастор Армянской апостольской церкви Святого Креста в Сочи отец Комитас. Затем основатель музея Аршак Аджвя представил экспонаты музея, рассказывал о целях и подчеркнул важность, которую музей будет иметь не только для армян села, но и для армян всего Краснодарского края. Армянский союз демократов Бельгии основал армянскую школу в Брюсселе в 1984 году с целью обучения и воспитания детей армянских семей. Благодаря последовательной и коропотливой работе педагогов и членов союза школы до сих пор функционирует. В 2018 году школа переехала в новое и уютное здание. Союз демократов Бельгии назвал школу именем Ованеса Туманяна как дань уважения и благодарности в честь 150-летия со дня рождения великого армянского поэта. В Турции полицейские при обыске охотников за кладами обнаружили надгробную плиту армянского царя Антиоха, правителя Камагены. Как сообщает Сабах, артефакт был обнаружен совершенно случайно при осмотре автомобиля, направляющегося в Чанна-Кале. На нем имеется надпись «Последнее предстанище царя Камагены Антиоха». Специалисты оценивают приблизительную стоимость статуи в 350 тысяч евро. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Степана Епремяна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте ТВ-канала Западной Армении. Оставайтесь с миром!